Йоу народ, это снова я Тайфон Бруклин и мой ежедневный по будним дням обучающий видос, паблик, рубрика, ладно. 100 полезных советов для танцора, специально для паблика, энциклопедия саморазвития танцора. Итак, совет номер 23. Кушайте до или после. Сегодня мы разберемся. Я уже говорил про то, что нужно питаться разнообразно и что человек заточен под то, чтобы употреблять разные виды пищи, но я не говорил о режиме и сейчас я хочу затронуть эту больную тему. Почему больную? Ко мне приходит в школу большое количество учеников, особенно детей маленьких. И у многих возникают проблемы с пищеварением. Где-то что-то болит, хотя им 5, 6, 7, 8 лет, а еще рановато вообще-то, чтобы что-то болело. Кто-то наоборот удаляется в сонливость, например, кто-то у кого-то наоборот куча энергии. Как это регулировать, как это связано с едой. Вот на какую тему сегодня я хочу поговорить с вами. Итак, безусловно, когда пища попадает в желудок, она вытягивает на себя энергию, силы. То есть желудку нужно время, чтобы протестировать ее, выделить там соки, переработать, отправить дальше. Вот. Мы, скажем так, человек в этом состоянии, когда он уже покушал, обращается в такое приятное, такое сонливое состояние. Хотя не на всех продуктах. Если речь идет о соках или о фруктах, например, свежих, то этого состояния практически нет. Это объясняется тем, что якобы у фруктов есть специальные такие компоненты, которые саморастворяют его. И желудок практически не затрачивает сил. То есть на этом основывается фруктоведение, сыроедение, что вы экономите огромное количество сил. Это один из моментов. Не спорю, не подтверждаю. На себе пробовал, употребляю фрукты, имеется в виду. И чувствую этот эффект. Но это не всегда как бы нужно. Почему? Потому что не всегда нужно быть и хочется быть таким энергичным пацаном. Может быть, я к этому еще не готов. Так вот. So. Поговорим еще раз о еде. В общем, 90% пищи вызывает определенную тяжесть на определенное время. То есть час, полтора, два после употребления еды. Особенно такой еды, как любят употребить большинство деток. Деток кормят хорошо. Им дают каши, макарончики, молочное, мяско. И все-все-все полезное и нужное. После такого обилия, особенно если это первое, второе, третье. Вот. И еще компот. После этого понятно, что ну не до танца. Рекомендация конкретная. За два часа, а лучше за три, до тренировки не кушать. Ну а если кушать, то кушать что-нибудь легкое. Банан, яблоко или что-нибудь такого. Ладно. Далее. Во время тренировки, ну разумеется, тоже не кушать. И после тренировки, конечно же, кушать нужно. Обязательно. Вот. Но если вы хорошенько выжились и потренировались, вам уже, у вас уже такая усталость, что вам только спать хочется. Но, попадя домой, конечно, у вас есть возможность хорошенько подкрепиться. И лучше бы это были здоровые и хорошие продукты. Но... 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 Но...